Музыка Меня зовут Мураева Гульшан, мне 23 года. Я за первую встречу вышла замуж. Мне казалось, что у нас одинаковые цели в жизни. После брака всё кардинально изменилось. Девушка поставила ультиматум. Либо ты с мамой со своей, либо со мной. Он ушёл со мной. Мы две недели по вокзалу ночевали. Человек постоянно называл меня с чёрной полосой в его жизни. Немножечко помыкался рядом с тобой, поплакал. И обратно вернулся к маме. Я родила. Ребёнка я ни разу не видел. Потому что связь с мамой была гораздо прочнее. У меня есть чувства к этому человеку. Он сейчас здесь недалеко. Если ты хочешь, я его приглашу сюда. Меня зовут Мураева Гульшан. Мне 23 года. Я из города Казани. Два года я нахожусь в такой глубокой депрессии. Ну, всё началось тогда, когда я развелась с мужем. Человек постоянно издевался надо мной. Всё время доводил до слёз. Называл меня чёрной полосой в его жизни. Я работала в вагоне в ресторане официанткой. Он работал поваром. Ухаживала за мной. Были хорошие моменты, когда они в поезде ездили. Они были счастливы. Любили друг друга. Всё время с первого дня нашего знакомства говорил, неужели ты будешь моей женой? Мне казалось, что у нас одинаковые цели в жизни. Тоже хотел семью, детей. Человек повёз к себе домой. Знакомил с родителями. Сделал предложение. Прошло, наверное, полтора месяца после свадьбы. У нас на бытовой почве начались какие-то конфликты с его мамой. Постоянно что-то не нравилось. И как-то я сказала, не вмешивайтесь в наши отношения. После этого его мама сказала, я вас приучила. А ты начинаешь со мной ругаться. Давайте уходите из дома. Наверное, родителям не надо было вмешиваться туда. Они бы жили. Просто, скорее всего, мама не хотела отпускать сына. Когда нас мама выгнала, у меня 6 недель беременности было. Мы поехали в Москву. Человек не мог обеспечить своей беременной жене какое-то жильё. Две недели по вокзалам ночевали. Человек ничего толком, даже кушать не покупал. Хотя при этом были деньги. После скитаний по лавочкам. Я ему, естественно, предложила поехать ко мне домой в Казань. Он вроде согласился. И при этом всё время плачет. Родственники его названивали. Давили на него. Говорили, ты с кем попала? Типа ушёл из дома. Бросай всё, возвращайся домой. Я просила его на 9 месяцев хотя бы со мной остаться, потому что беременная сейчас. Он говорит, нет, я не могу, извини. Я всё-таки выбираю маму. И уехал. Он один раз только звонил. Говорил, делай аборт, не ломай себе жизнь. Я не стала делать аборт. Я родила. Ребёнка он ни разу не видел. Я понимаю то, что я потеряла себя вообще в этой жизни. Ну, всякие мысли приходят в голову. Бывает то, что зачем я живу вообще на этом свете. А бывает такое то, что мне надо жить. Ради своей дочери я должна её поднять. Я должна её воспитать. Ну, ради неё я должна жить. Большан, привет. Здравствуйте. Я никак не могу понять, после брака всё кардинально изменилось. Почему ты не ушла? Я очень любила человека. Я до последнего хотела всё сохранить. Ваши отношения? Те, которые, собственно, не самые лучшие? Да. Агрессии не было никакой? Он тебя не бил? Ну, сам по себе очень злой человек. А ты знаешь, что, когда они были свадебно-путешествии, ему захотелось скинуть её со скалы? Ого! Ну, может быть, ты что-то делаешь такое, что он прям хочет его убить? Ну, я просто человека, наверное, залюбила. Навязывала свою любовь. Наверное. Вы развелись? Да. Мы забываем про этого человека? У меня есть чувства к этому человеку, но я хочу от этих чувств избавиться. Я два года одна, я нахожусь в глубокой депрессии. Я встаю, я всё время плачу. Тебе стыдно перед людьми, что у тебя не получился этот брак? Мне перед мамой стыдно, и перед людьми стыдно. Да. А вот давайте на секунду представим, что этот парень нормальный. Вот нормальный парень, который влюбился, который привёл девушку домой. Девушка не успела стать его женой, как поставила ультиматум. Либо ты с мамой со своей, либо со мной. Третьего не дано. Было такое, да. А что будет со мной, спрашивает мама? А ты кто такая? Иди не мешай. И в какой-то момент этот парень начал очень серьёзно задумываться и взвешивать там, внутри себя, где больше смысла, в каких отношениях. И у него возникает впечатление, что наступила чёрная полоса в его жизни. А эта девочка, красивая, замечательная, думает только об одном. Как бы ей не ударить в грязь лицом перед собственной мамой, которую она любит и уважает. Не давая такой возможности своему мужу любить и уважать собственную мать. Вот когда, девчонки, слушайте меня, когда вы идёте на разрыв, вот так вот рвёте на своего парня, своего мужа между собой и его матерью, вы точно ошмётки получите. Он вам этого никогда не простит. Он всё припомнит и всё отдаст сполна. А с другой стороны, как ты его характеризует как мужчину, который знает, что у него есть ребёнок, он даже ни разу себя не проявит. Да мальчишка-сопляк. Они оба. Вот большого ума, что ли? А ты сейчас про него что-то знаешь? У него есть семья, дети? Нет, у него никого нет. Он один? Он один. А ты в соцсетях где-то как-то это узнаешь? Да, я постоянно просматриваю фотографии, постоянно слежу за ним. Каждый день? Честно сказать. Каждый день. А ты хотела бы, чтобы он вообще ни с кем не был? Чтобы он один всегда остался со своей мамой до конца дней своих. Хотела бы? Да. Далее в программе. Вы сцени рисуете? Художница? Я, получается, за первую встречу вышла замуж. Сидишь и удивляешься, что-то у меня счастье нет. Вот вы сейчас сделаете ее, красавица. Это будет термоядерный удар. Помимо внутренних проблем, как бы есть и над чем поработать внешне. Да, распускай волосы. Волосы красивые. Поэтому нужно только подчеркнуть эту красоту, более ярко сделать. Ну, бровей ей не хватает. Брови нарисуем, нарастим, отрастим. Не трогать больше. Нужно поработать к косметологу. А свою работу я сделаю. А зачем ее менять? Вот вы сейчас сделаете ее, красавица. И капец. Это будет термоядерный удар. Вот это я, Виктор, и боюсь. Не только по бывшему, да, ее муженьку, но это будет термоядерный удар по всем мужикам. Как увидят тебя, скажут, ничего себе. Мало того, что красавица, так у нее еще стальной мужской характер внутри. Многим слабым мужичкам она действительно сломает хребет. Ты же не будешь меняться, правда, Гульшан? Я хочу поменяться. Хочу более мягкой стать. Мягкой ты не станешь. Но умнее я постараюсь тебе сделать. Мудрее, понимаешь? Ладно, пойдем работать. Пойдем. Давай руку. Виктор Пономаренко, психолог. Я из детства хотела семью. У меня никогда не было отца. Я хотела для мамы доказать то, что у меня будет семья. Я могу создать семью. А мама в этом сомневалась? Мама никогда в меня не верила. Это и по поводу учебы, и по поводу всего чего-нибудь. Я пыталась добиваться, мама говорила. У тебя ничего не получится. У тебя ничего не выйдет. У меня 23 года, у меня образования нет. У меня есть какие-то цели в жизни. Но я не могу осуществить их. Потому что я не знаю как, с чего начать. Кем бы ты хотела стать, если бы все было в твоих руках? Я бы хотела написать книгу. Я бы хотела целую коллекцию одежды создать. То есть ты человек творческий, креативный? Да. Ты пробовала когда-нибудь рисовать? Может быть, краить, шить что-то? Никогда не пробовала. А что тебе мешает? У меня вот что-то внутреннее сидит. Потому что я не смогу. Если я начну, у меня все равно не получится. Так мама тебя запугала? Не знаю. Как ты оказалась официанткой в вагоне ресторана? Кто тебя туда толкнул? Маму. А ты сама не сказала, мама, я не хочу быть официанткой? Не говорила. То есть ты вопреки себе работала, не любя эту работу, тяготясь этой работой, не видя в ней никакой перспективы. И тут еще нарисовался повар этого ресторана. Может, из-за него как соломинку утопающей схватилась? Схватилась. Я хотела уйти из дома, да. Я, получается, за первую встречу вышла замуж. То есть делаешь все вопреки себе. Сидишь и удивляешься, что-то у меня счастье нет. Ты сама все усложнишь. Что это за история была с мамой твоего мужа? Она лезла в отношения. Когда я уже поругалась со свекровью, я сказала, выбирай, или ты уходишь со мной, или остаешься здесь. Он ушел со мной, но при этом плакал. То есть он порвал отношения с матерью из-за тебя? Возможно. Ну, так и есть. Немножечко помыкался, помыкался. Рядом с тобой поплакал, постонал. И обратно вернулся к маме. Потому что связь с мамой была гораздо прочнее. Вот смотри. Маленький эксперимент давай проведем. Хочешь? Вот у меня в кошельке есть тысяча рублей. Это мои деньги. Хочешь их порвать? Нет. Порви что-то. Не последний. Серьезно рвать? Ну, а что нет? Ну, я не могу. Что тебя останавливает сейчас? То, что это ваше. Ну, я же тебе сказал, можно. Я хозяин этих денег. Подожди, давай изменим немножко ситуацию. Вот я тебе дарю эти деньги. Ну? Делай с ними, что хочешь. Это твои теперь деньги. Твои деньги возьми. Можешь порвать? Нет. Потому что твои деньги, правда? Вот мои деньги ты все-таки начала рвать. Свои деньги ты сейчас не порвешь. Потому что они твои. Когда твое, никогда не сломаешь, не порвешь, не разрушишь. А мужа своего ты порвала. Потому что он был не твой, а мамин. Ты относилась к нему вот как к этим чужим деньгам. Он уже разорван и плачет, лежит. Ты говоришь, господи, мамкин сын не доделан. Ни рыба, ни мясо. А сама все время думаешь, что теперь скажет мама. Опять скажет Гульшан, у тебя не получилось ничего. Я правильно говорю? Правильно говорите. Беда для тебя не в том, что у тебя мужа сейчас нет, а беда в том, что у тебя образования и профессии нет. Понимаешь? Поэтому нужно в первую очередь Гульшан тебе себя найти. Ты творческий человек. Может быть, из тебя получился бы кутюрье знаменитый. А ты ведь иголки в руки не взяла с нитки. Вот здесь огромный разрыв между желаемым и действительным. Вот давай этот разрыв преодолевать. Хватит ныть и хватит сопли наматывать на кулак. Хватит себя жалеть, потому что жалеть тебя не нужно. Тебя нужно собирать. Высокие, стройные, длинноногие, длиннорукие, длинноволосые девушки, они все инопланетянки. Это надо запомнить. У них у всех в голове винегрет. Они сами не знают, чего хотят. В любой ситуации они ищут и находят самый парадоксальный выход. Логики в поведении таких людей нет. Вот из таких людей рождаются гении. Но из таких же людей появляются никчемные, непрекаянные существа. Гульшан. Ей 23 года. Она ни в чем не состоялась. За что не возьмется, все она делает парадоксально. Как будто пытаясь доказать себе и окружающим, что вот можно так. И все говорят, нельзя. Нет, можно. Упрямится Гульшан. Кто кого переупрямит? Мир ее или она окружающих? Не знаю. Попробуем для этой девушки найти перспективу. Попробуем увидеть ее в будущем. Через 5, через 10 лет. Вот какой она могла бы быть, если бы делала все по уму. Гульшан, привет. Здравствуйте. За то время, когда мы не виделись, веселее это как-то не стало. Глазки грустные, напряженные. Есть в психологии такой ход. Он называется проникновение в индивидуальное сознание. Это по-разному происходит, разными методами, но в том числе и в первую очередь с помощью рисунка. Я попрошу тебя изобразить вот на этих замечательных воротах все, что ты хочешь. Качество твоего рисунка меня мало интересует. Меня интересуют твои переживания. Договорились? Да. Ну что ж, прошу тебя, переодевайся, готовься и начинай. Мне очень важно было, чтобы в эксперименте Гульшан выразила свое состояние души. Что сейчас она переживает? Какие мысли? Я хочу нарисовать лица. Кто эти люди, чьи лица? Ну просто сейчас у меня в голове две картины. Мужчина и женщина, получается. Вот на чем сосредоточены сейчас ее мысли. Ее внутреннее пространство заполнено неразрешенными вопросами мужского и женского. Отношения между полами. Она стала рисовать черной краской. Это черные профили. Это чернота. А чернота – это всегда что-то крайне важное и негативное по своему эмоциональному отклику. Но потом в рисунке женщины появилась оранжевая краска. Оранжевый – это цвет солнца, это цвет радости. Значит, не все потеряно. Ведь, по сути, это автопортрет. Я изображала мужчину и женщину. И какое-то препятствие, наверное, между ними. То, что люди не понимают друг друга. Вроде бы и притягиваются друг к другу. Но им что-то мешает. Значит, не случайно, что ты на разных половинках ворот нарисовала? Что между ними действительно существует вот эта преграда? Нет, это не случайно. Это вполне может сойти за арт-объект. Вот как ты можешь назвать это произведение? Препятствие. Препятствие. Потом я попросил Гульшан приглашать зрителей, чтобы они высказали свое мнение о картине. Я изобразила картину на стене. Ничего. Вы не могли бы пойти со мной и посмотреть на нее? На стене рисуете? Художница? Далеко картина-то? Нет, здесь два дома пройти. Может, на обратном пути вас вижу? Сумку сдам. Это тоже не случайно. Потому что Гульшан многое в своих любовных переживаниях делала на показ. Она как будто хвасталась. Она как будто кого-то в чем-то убеждала. «Посмотрите на меня. Я все могу. У меня все получится. Я тоже создаю семью». При этом она звала только тех, к чему мнение было положительным. И категорически, очень серьезно и жестко отгоняла всех тех, кто мог высказать критику в ее адрес. Честно говоря, я удивлен. Что это? Твою картину переживаний изменили. На самом деле Гульшан в сложном сейчас положении, потому что она звала вас совершенно к другой картине. Гульшан задумал эту картину как препятствие. Здесь были нарисованы два силуэта. Вот они угадываются. Вот это женский силуэт. Вот там силуэт мужского лица. Но кто-то нарисовал сверху, видимо, решил дополнить эту картину. По-моему, он, наоборот, их объединил. Потому что раньше была какая-то преграда, а сейчас они будут вместе за одним забором. Так вы увидели, да? Ну да. А вы что здесь видите? Я ничего не вижу. Вот тут какое-то сердечко видно, а вот тут ножницы. Ножницы. Ну вот если... Вот это ручки. Вот ножницы, а вот сердечко. Что это? Непонятно. То ли это объединение, то ли разъединение. Кто это мог сделать? Как ты думаешь? Кто вмешался в твое изъявление, проявление своих чувств? Мой бывший муж увлекается граффити. Я сразу поняла то, что это его рук дело. Взял все вот это вот и спорт. Так же, как и в жизни получается. Ну я так и думала, то, что вы сейчас позовете моего бывшему мужу сюда. Я так и думала. Он не знает, что это рисовала ты. Мы попросили его по-своему интерпретировать эту картину. Ну я так и думала. По нашему замыслу, картину Гульшан должен был доработать ее бывший муж. В плане художественного образа, предание этому рисунку, все-таки статус арт-объекта. И здесь тоже раскрылось отношение этого мужчины, даже не к своей бывшей жене. Потому что он точно не знал, что это рисунок его жены. Он сразу отверг все сделанное другим человеком и заполнил это пространство собой. То есть и с его стороны тоже не было проявлено никакого уважения. Я уверен, что не только к рисунку на воротах, но к человеку и к своей бывшей жене он тоже не проявил должного уважения. Ну зачем этот человек мне нужен? Ведь мне известно, что ты следишь за его социальным сетям, за его жизнью, за его судненькую. Зачем ты это делаешь, Гульшан? Потому что какие-то чувства остались у меня еще. Ну так остались или нет? Он сейчас здесь недалеко. Далее в программе. У тебя же такой был здоровский эксперимент. Угу. Уже бывшего привели мое. Что он сказал? Сказал, что хочет увидеться. Сегодняшний день для меня это как бы отправная точка в новую жизнь. Гульшан, а подними правую руку вот так вперед. Ну подними вот так правую, да. И скажи, товарищи! Он сейчас здесь недалеко. Если ты хочешь, я его приглашу сюда. Не хочу, нет. Я зачеркиваю из своей жизни этого человека. Ну возьми, зачеркни. Сделай это символически. Сердитая Гульшан. Сердитая все черным зарисовала. Он когда-то назвал тебя черной полосой в твоей жизни. А теперь ты нарисовала, что он черная полоса в твоей жизни. И что вот так все мрачно будет. А для тебя личная перспектива какая-то есть? Ну нарисуй что-нибудь жизнеутверждающее, Гульшан. Вперед же надо идти, правда? К твоему светлому будущему. Поставь какую-нибудь яркую точку. Гульшан взяла желтый баллончик и радостно нарисовала троих людей. Это она, это ее доченька в центре этой картины. И рядом с ними какой-то мужчина. Пока еще не персонифицированный, но желанный. Ну совсем другое дело, правда? И улыбка появилась. Послала все куда подальше. И нарисовала свою будущую счастливую жизнь. Сегодняшний день для меня, это как бы отправная точка в новую жизнь. У меня там будет все ярко. Я могу создать новые отношения с другим человеком. Единственное, что я пожелаю Гульшан, уважайте друг друга. Любовь, страсть. Но главное в семейных отношениях, это уважение и терпение. Если это будет, то будет и все. Слава Богу, что у Гульшана здоровые зубы. Я очень сильно обрадовался. У Гульшан мы сделали комплексную чистку. И потом, естественно, в рамках проекта сделали отбеливание. Гульшан 23 года. Самое главное, что ей понадобится после проекта, это использование правильного домашнего ухода. Девчонки, если у вас жирный тип кожи, как у нашей участницы, то я вам рекомендую следующий домашний уход. Первый этап – это очищение. Используйте для ежедневного очищения пенки или мягкие елевые текстуры. Для глубокого очищения я рекомендую использовать маски с глиной или же на основе угля кислот для того, чтобы более глубоко очистить поры и препятствовать образованию черных точек. Такую маску я рекомендую применять два раза в неделю. Для отшелушивания роговых чешуек, а также для того, чтобы препятствовать выработке кожного сала, я рекомендую использовать сыворотки на основе кислот. И третий этап – это увлажнение кожи. Используйте легкие увлажняющие препараты, которые могут содержать фосфолипиды, гиалуроновую кислоту и полинасыщенные жирные кислоты. Я же поработаю с гульшан следующим образом. Для гармонизации лица мы будем использовать следующие инъекционные процедуры. Я веду ботулотоксин в нижнюю треть лица, тем самым мы расслабим жевательные мышцы. И лицо гульшан будет более овальным и более правильным. Также мы придадим небольшой объем губам. Из аппаратных методик я сделаю аппаратную чистку лица, которая берет черные точки. А затем, через неделю, я сделаю лазерный пилинг, для того, чтобы сделать текстуру лица более ровной и гладкой. Максим Осин – пластический хирург. Гульшан – молодая мама. История достаточно банальная. Рожала, кормила. После кормления грудь потеряла объем формы. По ее пожеланию, я установлю ей импланты круглой формы и одномоментно выполню пластику уха. Обе операции будут выполнены за раз. И примерно через неделю она вернется к своей обычной жизни. Богатырева Ирина – фэшн-стилист. Закончила британскую школу дизайна. Имеет большой опыт работы стилистом на телевидении. Сотрудничает с глянцевыми журналами, а также принимает участие в создании рекламных компаний. София Елисеева – популярный фэшн-блогер, основатель блога о моде и стиле. Более шести лет София успешно сотрудничает с известными брендами одежды и косметики. Гюльшан, привет! Привет! Познакомься, это наш стилист Софи и Ирина. Привет! От каждой из нас ты сегодня получишь три потрясающих образа. Но для начала давайте вспомним, Гюльшан, какие образы у тебя были, когда ты к нам пришла. Вот, начнем с того, в чем ты сейчас. Этот образ явно не идет для 23-летней девушки. Абсолютно. То есть ты своими руками превращаешь себя в бабушку. Еще у тебя был такой неудачный образ, когда ты одела джинсы и джинсовую рубашку. Да. На самом деле быть полностью одетым в деним – это не есть плохо. Но то, как выглядела наша героиня в своих джинсах, они увеличили ее на два размера, если помните. Да, и рубашечка вот эта мягенькая. И рубашка, абсолютно разные по тону, и все как-то не сложилось. Ты себя очень сильно укропнила, хотя у тебя шикарные ноги, у тебя прекрасная фигура. Просто нужно правильно подобрать одежду, которая подойдет тебе. Чем мы сейчас и займемся. Совершенно верно. И с чего образа мы начнем? Давайте с моего. Софи, давай тебе его уступим. Я подобрала тебе образ, который называется «Спорт шик». Начнем с такого пуховика. Это такое пальто. Питровое, очень красивое. Очень-очень актуальное в этом сезоне. Далее джемпер в полоску. И горчичные брюки. Интересное сочетание цветов. Сочетание горчичного, желтого с розовым, с лиловым – это также является остромодным трендом именно в данном сезоне. Держи. Дополним образ такой бандитской немножечко шапкой и серой сумкой. Спасибо. Подожди, как же мы без обуви? Какой спорт шик без кроссовок или сникерсов? Пожалуйста. Иди скорее переодевайся, мы тебя ждем. Хорошо. Гульшан, как тебе образ? Мне кажется, молодежно, стильно. Можно и с ребенком погулять. Ты себя комфортно чувствуешь, да? Да, очень мне нравится. На мой взгляд, было бы вот прям очень-очень модно, если бы ты распустила волосы и слегка спрятала их так небрежно и накинула сверху это дутая пальто. Можно попробовать прямо сейчас это сделать? Ты покажи просто, Софи, как это нужно. Да. Немножко сюда. Вот, я думаю, что пора перейти к моему образу. Так, ждем. Я так издеваться на тобой не буду. Я хочу предложить Гульшан. Модные в этом сезоне широкие брюки-палаццо с завышенной талией. За счет высокой линии талии ноги, кажется, еще длиннее. Очень необычно смотрится декор на поясе в виде металлических крупных пуговиц. К брюкам я бы хотела предложить актуальный во все времена джемпер-полосочку. Плюс лодочки. Я бы обозначила этот образ как французская классика. Держи, это тебе. Спасибо. И сумка. Держи. Вот это. Все, переодевайся, мы тебя ждем. Хорошо. Мне очень нравится. Мне кажется, я уже совсем другая стала в этом образе. Элегантная. Парижанка такая к нам зашла. И длиннющие ноги, и правильные брюки, которые делают ноги еще длиннее. А мне очень нравится, как пересекается вот этот элемент на сумке. И тот. Очень здорово. Дорогой очень образ получился. Красиво тебе идет. Так, Ириш, ну что, продолжим? Теперь твой образ. Гульшан, я подготовила для тебя городской образ. У тебя появляется водолазка. Юбка-карандаш в клетку. Сейчас это очень модно. Далее. Меховой жакет. Сейчас дизайнеры рекомендуют всем носить именно искусственный мех. И мне кажется, это не может нас не радовать. Не надо тратить огромные суммы на натуральный. А я думал, тебе животных жалко, Ирина. И это тоже. И это тоже, да. Я просто не успела сказать, ты меня перебил. Держи. Далее. Ботильоны. Синие, да? Синие ботильоны. Ультрамодные в этом сезоне. Кэтты. И рюкзак. Сможешь вместе? Да. Все. Возвращайся. Столько добра модно брала. Чебурашка замечательная. Чебурашка отличная. А мне Ленина напомнила. Кэтка Ленина. Осталось только броневик. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что получится. Ну и никакая не Чебурашка. И не Ленина. Все даже очень замечательно подобрано. Ну как тебе самой? В целом образ мне очень нравится. Единственное, что кепка меня смущает. Почему? Мне кажется, нелепо смотрится. Нет, очень красиво. Тебе просто нужно привыкнуть. Ты до этого носила? До этого не носила никогда. Вершаян, а подними правую руку вот так вперед. Ну вот так подними. Ну подними. Ну что ты? Вершаян, ну подними вот так правую, да. И скажи, товарищи! Все клево. Очень здорово. Тебе очень идет. И согласитесь, что эта кепка, она прям изюминка этого образа. Образ завершен, да. Ну я считаю, что образ не завершен, если честно. Не хватает, конечно же, мейка и замечательной прически. Поэтому прямо сейчас от нас ты отправляешься к Сардару и к Евгению, которые поработают над твоим образом. И уже увидимся в финале. И в финале я подготовила сюрприз специально для тебя, завершающий образ. Он будет там. Финальный. Спасибо. Счастливо. Пока. Дорогие телезрительницы, ищите свой уникальный стиль, следите за новинками моды и главное помните, что в каждой из вас живет красавица. Спасибо. Евгений Жук. Парикмахер. Всем привет. Меня зовут Евгений Жук. И сейчас я вам расскажу, как можно сделать прическу на тонких, негустых волосах. Итак, для того, чтобы придать волосам объем, нужно использовать плойку с эффектом мелкого гофре. Ее еще называют прикорневое гофре. Нам нужно каждую прядь прогофрировать от корня до кончиков. Таким образом волосы приобретают зигзагообразную форму, отчего вся прическа выглядит объемней и гущей. Выделяем тонкую прядь, чтобы она лучше прогревалась, и от корней начинаем гофрировать. У корней гофрируем более тщательно для того, чтобы волосы от корня выглядели объемнее, а уже по длине, чтобы не видно было так нарочито вот этот вот эффект гофре, мы делаем более мягкий эффект. То есть нажатие само более мягкое. Ну что, после того, как вы прогофрировали все волосы, объем значительно увеличился. Уверен, с такой прической вы можете сразить любого парня на повал. А вы не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Что делаешь вечером? Гульшан, здравствуй. Привет. А что ты там тихо отвечаешь? У тебя же такой был здоровский, прям очень интересный, необычный для нашего проекта эксперимент. Угу. Мы уже бывшего привели моего. Я не хотела этого. А почему? Ну просто хочу этого человека зачеркнуть из своей жизни. Хорошо, это не мое дело, я не буду больше соваться в твою личную жизнь. Давай лучше я займусь своей работой. Ты знаешь, вот этот твой цвет волос, он дает серость, какую-то невзрачность, не хватает яркости. Ты сейчас, я так понимаю, начинаешь новую жизнь. Да? Да. Ну скажи как-то громко тогда это. Да, я начинаю новую жизнь. Да, я начинаю новую жизнь. Вот. Готова к экспериментам, готова измениться. Ты ничего не боишься? Боюсь короткой стрижки. О, да ты что? Ну, тем не менее. Ты хочешь быть, безусловно, красивой. Угу. Гульшан, вот я хочу отметить то, что у тебя округлое лицо. И для того, чтобы создать гармоничный образ, тебе нужно подчеркивать вертикальными линиями в прическе или в стрижке или в укладке, для того, чтобы немножко визуально вытянуть лицо. Но еще при этом нужно создавать больше объем в районе теменной зоны и в зоне макушки. Для этого нужно сделать стрижку такой, чтобы вот эти вот зоны, макушка и в районе челки, были короче. В профессиональном языке это называется градуировка. И, в общем, твой внешний вид будет бесподобен. А если еще правильный цвет волос, о котором я не буду говорить, потому что нужен хоть какой-то сюрприз, я думаю, для тебя. Тогда будет, конечно, все шикарно. Согласна? Хорошо. Ну что, давай начнем работать. Гульшан, ну что, вот я закончил свою работу. Остается сделать только макияж. Слышишь звук? Это звук каблуков нашего визажиста Сердара Камбарова. Привет, Ильяшина, как дела? Нормально. Сердар Камбаров, визажист. Гульшан, ну что, как тебе, Женя, вообще в целом? Былась с ним. Скажи, я был неплох. Ну вот так вот. А что с бровями-то у тебя, скажи? Сердар, как ты видишь, с ними ничего. В прямом смысле слова. На самом деле это очень хорошо, потому что для меня будет прям поле для деятельности. Смотри. Какое красивое лицо. Рисуй, что хочешь и где хочешь. То есть ты хочешь сказать, что девчонкам сейчас у экранов, которые нас смотрят, лучше выщипать брови, чтобы было больше поле для деятельности? Нет, они у Гульшан есть, только они светлые и редкие. Поэтому как бы это лучше, чем какие-то неправильные брови густые, на которые находятся где-нибудь вот здесь. Как у тебя? Ну как у меня, пусть будет. Сердар, тут не нужно говорить, тут надо работать. Вот как Евгений Жук работает, так и ты. Работаешь. Ну все, значит пошли работать. Пошлите работать. Пойдем, Гульшан. Ну, до встречи. Скоро я к вам приду. Далее в программе. Мама, выходи. Мама. Вообще два абсолютно разных человека. Давай мы сделаем небольшой эксперимент на двух бровях. Одну нарисуешь ты, а другую нарисую тебе я. И посмотрим, какая больше понравится нашим телезрительницам. Хорошо, давай. Давай. А чем ты руководствуешься, когда рисуешь? Откуда начинаешь ты бровь? Просто, да, интуитивно? Да. Ага, ты прям вот так вот делаешь, да? Прям вот квадратик такой в самом начале. Да. Ага. Ты нарисовала? Нарисовала. До конца? До конца. Покажи, пожалуйста, нашим телезрительницам свою бровь. А теперь отдай мне карандашик. Смотри. Начало бровей у нас, для того, чтобы ты понимала, идет от пересечения зоны пирсинга, вот эта вот часть, внутреннего уголка глаза. Тебе видно? Угу. Тебе видно. Мы намечаем начало брови. Наивысшая точка брови также пересечения от зоны пирсинга через внешний край радужки, то есть ближе к внешнему краю радужки. И конец брови, это у нас пересечение той же самой точки и внешнего края глаза. Вот у нас. Дальше мы рисуем более мягкую бровь. Нижнюю часть сначала. Верхнюю. Заполняем. Можно сделать как бы имитацию бровей, да, то есть имитацию волосков. Потому что, на самом деле, эта проблема не только у тебя, а у многих девчонок, да, когда вроде брови есть, в то же время они достаточно редкие и светленькие. Ты посмотри, как будто два разных человек. Здесь мягкая женственная, здесь какая-то вот прям даже какая-то грубая, да. И длина брови, видишь, я тебя удлинил, а здесь она короткая. Вот посмотри, я тебе объясню теперь, в чем проблема. Цвет светлее, это достаточно темный оттенок. Дальше. Само начало бровей. У тебя здесь реальный квадрат. Причем ты нарисовала с изгибом вот сюда, то есть как у Пьеро, да, такие немножко грустные бровки. Слишком графичные, то есть вот этот вот треугольник или домик так называемый, он тебе не подходит. А вообще, я тебе посоветую сделать окрашенный бровей хной. Хной или с каким-то специальным красителем, который будет держаться 2-3-4 недели, и тебе не придется каждый раз подкрашивать. Только ни в коем случае, пожалуйста, не делай татуаж, потому что, не дай бог, тебе попадется мастер, который, может быть, он хорошо делает татуаж, но не видит правильную форму, и представляешь, делает на всю шлину вот такую тебе форму бровей. Микроблендинг. Это все одно и то же. Сейчас появится куча новых модных названий, но смысл один и тот же. Лучше, конечно, краска, максимум, ты, если научишься красить брови, то можешь делать спокойно красивую форму. Хорошо. Хорошо? Договорились? Давай теперь тогда сотрем это все и приступим к кумтьяжу. Давай. Так, что это за штука такая? Это румяна кремовая. А, похоже, знаешь, на клей для бумаги такой. Нет, это кремовый румяна. Это свежесть. Это знак свежести. Ну, он так аппетитно выглядит. Смотри, сейчас Женя зайдет, чтобы не открусил. Вот какой цвет у свежести, на самом деле. Морозная свежесть всегда в теме. Даже летом в плюс 34. Конечно. Гульшан, на самом деле мы, конечно, шутим. Ну, как тебе, Женя? Все потрясающе. Во-первых, что мне очень нравится, ты стала выразительной, женственной, красивой. Все то, что у тебя, на самом деле, и так есть в твоей естественной природной красоте, просто ее сердце чуть-чуть подчеркнул и раскрыл. Мне уже не терпится посмотреть на брови. На брови только я. У меня больная тема – это брови, это ее комплекс. Ее можно понять. Отдай, на. Ты зачем мою рассаду забираешь? Гульшан, на самом деле это не проблема, как ты поняла, что можно сделать красивый макияж бровей и выглядеть всегда шикарно и совершенно. В завершении нужно сделать еще прическу. Здесь буквально мне нужно три минутки, и тогда ты уже увидишь себя в полном образе. Да, Сердар? Конечно. А пока Сердар зашьет свою рубашку. Гульшан. Гульшан. Заметел, как мы часто говорим твое имя? Она молчит, потому что все время не отвечает нам. Поворачиваться? Нет. Нет, 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 подожди. Ну, если это было первое условие вообще за передачу, все, поворачиваться? На самом деле нам очень интересно узнать, вообще ты как-то волнуешься тебе? Очень волнуюсь. У нас есть правило. Ты закрываешь глаза, после чего поворачиваешься к зеркалу. И на счет три открываешь. Хорошо. Раз, два, три. Она не выдержала. Она на два открыла. Не трогай макияж. Какой-то. Очень классный, мне очень нравится. Я не думала, что я до той степени могу быть красивой. Мама! Выходи, мама! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, пришла! Кусок! Иди, бери, Кусок! Ой, молодец! На самом деле, я не люблю себя хворить. Ой, не надо! Но, на мой взгляд, окей. Мне кажется, работа наша удалась, и тебе я даю питос. Спасибо. Когда мы развернули большан к зеркалу, она реально увидела красотку. Ну, вот прям такая, которая может выйти на подиум и стать мистер Торстан, например. Она не выдержала. Она открыла. Не трогаю макияж. Очень красивая, да. Я не думаю, что я до той степени могу быть красивой. Вообще классно. Мне очень нравится. Можно я вас обнимаю? Спасибо. Так приятно обнимаю такую узкую тазу. Действительно, сердце очень приятно. То, как ребята ее сумели переделать, и какой абсолютно каким-то другим человеком она стала, даже вся съемочная группа была просто от нее в восторге, и говорили о том, что вообще два абсолютно разных человека. За этот месяц очень многое изменилось. Депрессию я свою вообще за первую оставила. Забыла про нее. Сейчас я начинаю новую жизнь. Потому что Гульшан задумалась о творческой профессии, о профессии модельера, это прекрасно. Я считаю, что, наверное, это самый важный практический выход. Не надо творить в семье, разделить творческую составляющую профессионально. И нежность матери, жены. И я желаю ей успеха. Когда я приеду в Казань, я обязательно устроюсь на работу, а потом в дальнейшем планирую пойти на курсы кройки шитья. Хочу построить карьеру, заняться все-таки своим хобби. Возможно, и встретить мужчину, выйти замуж. Как мама, я ей желаю, чтобы она создала крепкую семью, была счастлива, чтобы вот эта вот улыбка счастья с ее лица никогда не сходила. С такими внешними данными, ее не один еще появится на нее настоящий мужчина. Сернар, не один. Какая ты красивая. Вообще очаровательная стала. Что касается моего бывшего мужа, возможно, перезагрузка как-то повлияла и на него. Он захотел общаться с ребенком. Пускай приезжает, общается. Я не против. Красивая у тебя мама? Да. Очень красивая, Казань. Да. Да? Покажи, как маму целуй нежно. Целуй, мама. Целуй, мама. Я хочу спасибо сказать всей съемочной группе, которые меня поддерживали в течение месяца. Конечно же, Виктору Пономаренко тоже спасибо, Сердару, Жене. Я буду очень скучать по вам. Я знаю смысл этой рубашки. И она здесь вот подвязывается, чтобы немножко сделать приталенный такой вершочек. Чтобы показать ягодицу. А еще можно... Подожди. Сделать боди. Все правильно. Так это что, волосы или что? Это мужчины, это его живот, складки, нет? Смотрите в следующей программе. Меня зовут Ксения, мне 32 года. Мужчины в нашей семье не задерживаются. Какая-то цикличность тебя разрушает. Я работаю в ЗАГСе. Я желаю людям счастья, а у меня вот... Все при мне, но при этом отношения с мужчинами заканчиваются провалом. Нет ли здесь родового проклятия? Так четко не видела этот шикарный, прекрасный мир, как вижу его сейчас. Это моя самая любимая и восхитительная мама. Продолжение следует...